Казахстанцы скорбят по погибшим в авиакатастрофе близ Алма-Аты. Сегодня в республике день общенационального траура. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены культурно-массовые мероприятия. Жители страны несут на центральной площади цветы и чтут память погибших минутой молчания. Произошедшая накануне трагедия не оставила равнодушными никого. Сегодня в день национального траура память погибших в авиакатастрофе почтила молодежь Шимкента. Траурный митинг прошел возле мемориала славы. К студентам присоединились и неравнодушные горожане. Люди несли цветы к вечному огню. Мы очень сожалеем о случившемся. Мы постараемся оказать возможную помощь людям пострадавшим и погибшим, а также искренне соболезную. Это большая трагедия для всего народа. В Уральске также сегодня тихо и печально. На зданиях приспущены государственные флаги. В память о жертвах крушения воздушного судна молодежь установила стенд с траурной символикой на центральной площади. После минуты молчания жители региона возложили к стенду цветы и выразили слова поддержки родным и близким погибших. Сегодня собрались наши молодежь, инициаторы. Это волонтеры, студенты и активная молодежь. Они тоже, мы, молодежь Западной Казанской области, соболезнуем семьям погибшим в авиакатастрофе. Мы выражаем соболезнования родным и близким людей, погибших вчера в крушении самолета. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Хотим сказать, что мы вместе и готовы оказать нужную помощь. Приспущены государственные флаги и на всех административных зданиях Ватерао. Все предновогодние праздничные мероприятия в регионе, так же, как и по всей республике, перенесли. В частности, церемония «Человек года-2019», которая должна была состояться 27 декабря, пройдет в понедельник. В Кустанае сегодня отменили зимний семейный фестиваль. Но от его проведения организаторы не отказываются. Все культурно-массовые мероприятия, детские утренники и спектакли в театрах, в том числе, в области, также перенесли на другие даты. Сейчас мы активно занимаемся размещением информации в социальных сетях, на сайтах наших учреждений. Отдельные графики будут ввешены на электронных ресурсах. Кроме того, будут работать справочные телефоны этих учреждений. Поэтому, я думаю, наши кустанайцы с пониманием отнесутся. А в октаву перенесен концерт эстрадно-симфонического оркестра областной филармонии имени Мурата Оскенбаева, посвященный празднованию Нового года. Об этом сообщили в администрации филармонии. Коллектив оркестра готовился к музыкальному вечеру более двух месяцев. Однако, в связи с объявленным в республике трауром, сегодня было принято решение его отменить. Вся страна скорбит. Человеческие потери – всегда неприятная новость. Артисты соболезнуют семьям погибших. Наши выступления мы перенесли. 29-го творческий коллектив даст два концерта подряд. Ну а пока мы сообщаем всем нашим зрителям о переносе концерта. Общее горе в очередной раз сплотило всех казахстанцев, тех, кто оказался вблизи места крушения самолета и помогал спасать выживших в авиакатастрофе, и тех, кто находился в сотнях километров от места ЧП, но тоже сочувствовал и сопереживал. Жители страны в эти дни молятся за скорейшее выздоровление пострадавших. Поминальные службы проходят в мечетях и православных храмах. Наталья Салькова, Айбек Даутов. При поддержке собственных корреспондентов в регионах Хабар-24.